Приветствую вас. Я думаю, что ответ на ваш вопрос является одновременно и чем-то сложным, и чем-то достаточно легким. Потому что, в принципе, вы очень хорошо всё описали, в принципе, вы очень хорошо всё, скажем так, репрезентовали. В том смысле, что понимание ваших ситуаций есть более чем хорошее, более чем полное. И как бы есть обида на отца, да, есть обида на отца, обида на отца, обида на обида. За него, на него обида за то, что он вот, значит, ведёт себя оборонённо, да. Вот, возможно, возможно, есть обида даже на дедочку за то, что он умер тоже там, ну, какое-то время. В определённый момент для вас важный, вот. То есть, по сути, на мой взгляд, вот эти обиды вам очень сильно мешают, эти обиды вам очень сильно мешают устраивать отношения. То есть, дело даже здесь не в том, что вы становитесь, там, маленькой девочкой, да. Потому что, ну, если вы становитесь девочкой, то это, в принципе, нормально. Девочкой можно и нужно быть, есть такие мужчины, которым это нравится. Вопрос в том, что вы чувствуете по отношению именно к своему отцу, да, и насколько вы с ним искренне, насколько вы, у вас с ним доверительные отношения, и насколько вы вообще выражаете свои чувства. То есть, один из ключевых, ключевых моментов, самых, один из самых ключевых моментов заключается в том, что вы не выражаете откровенно, открыто, свои потребности, свои чувства. и перекладываете ответственность за них, за свои чувства, на других людей. То есть, в данном случае, именно на мужчин. Плохого в этом нет ничего, в том, что вы хотите быть девочкой, в том, какие за этим скрываются ваши потребности. Но, вопрос заключается в том, как вы это реализуете, как конкретно вы реализуете свои потребности. Вот это является важным, по-настоящему важным. Понимаете, понимаете, какая штука. Что касается сложности вопроса, то здесь многое идет от ваших, например, установок, например, от ваших потребностей. Например, вы пишете, что ваш вопрос заключается в том, что не получается строить любовные отношения с мужчинами. А зачем вам строить любовные отношения с мужчинами вообще? А как вы воспринимаете мужчин? Опять же, вообще, как вы их воспринимаете? Ну, одно дело, если вы воспринимаете мужчин, например, столько, как мужчин, что у вас, к сожалению, были, есть и будут серьезные проблемы. Потому что сразу воспринимать мужчин как мужчин нельзя. Простите за тавтологию. Но любовные отношения выстраивать как самоцель тоже нельзя. В том смысле, что сперва они должны пройти отношения, я имею ввиду, сперва должны пройти определенные стадии. И эти стадии, к сожалению, к сожалению, не являются чем-то, что относилось бы к любовным отношениям. Понимаете? Какая штука. То есть давайте зададим себе вопрос, зачем вам любовные отношения с мужчинами? Для чего они вам? Давайте зададим себе вопрос, как вы воспринимаете мужчин? Давайте зададим себе вопрос, с какими мужчинами вы начинаете отношения? Как они вас выстраиваются? Я имею ввиду отношения с мужчинами. Как вы их выстраиваете? Какие личности, каких личностей вы выбираете? Давайте определим, что вас объединяет с мужчиной. Почему вы говорите, что я привлекательна, что мужчина смотрит с интересным желанием, что пропадает желание быть сексуальной для него? Почему вы пишете об этом? Ведь отношения, если это отношения двух взрослых людей, я подчеркиваю, двух взрослых людей, отношения духовные, это не сексуальное желание. Хотя и оно важно тоже. Но отношения двух людей, это возможность видеть друг в друге, да? Возможность видеть друг в друге. Ну, личность. А вы, личность, такое впечатление, что не видите. У вас либо мужчина сексуальный объект, либо мужчина родительский объект. Всё. Ну вот, к сожалению, и то, и другое. Достаточно негативная такая история, потому что мужчина может быть и в той, и в другой роли, это нормально, но он не может быть в этой роли сразу, он не может быть в этой роли изначально. Дальше. Вы пишете, в процессе общения начинает включаться дочка. Вот, понимаете, когда вы говорите, начинает включаться дочка, Хочется спросить, а какой, собственно говоря, триггер запускает включение дочка? Ну, видишь ли какой-то триггер? Наверное. В какой момент появляется дочка? Как? Вот на это нужно, в том числе, вам найти ответ. Потому что это очень, очень важный момент. Это очень важная история. Вот. Дальше. Чувствую себя ребенком, которому требуется забота отца. Все правильно. Требуется забота отца. Требуется чувство защищенности. Требуется возможность перенести ответственность себя на другого человека, да, то есть включаются некие потребности, которые есть у вас всегда, но которые вы всегда реализовываете в себе запрещаете. По какой-то причине, вот, собственно, это значит, что до тех пор, пока вы, к примеру, не перестанете нуждаться, заботе отца, вам отношения выстраивать с мужчинами нельзя. Точнее, можно, конечно, но всегда будут проблемы. Точнее, можно, конечно, но всегда будут трудности. Точнее, можно, конечно, но они не будут у вас получаться, потому что вы не подрослели, потому что вы до сих пор еще ведете себя как девочка. И ее не нужно полностью убирать, ее не нужно полностью исключать. Ее нужно принять, полюбить и адекватно вовремя давать ей то, что она хочет. Дальше. Так, значит, прямо физически хочу, чтобы обнимал и забудел зачем. Зачем? С чем связано это желание? Давайте, во-первых, разберемся с этим желанием. Обнимал, это что? Почувствовал себя защищенный? Почувствовал себя в безопасности? Перебросить, может быть, часть личной ответственности все-таки, ну, перебросить какую-то часть ответственности, которую, может быть, вы, ну, чересчур, чересчур берете на себя. То есть, ее чересчур много. Может быть, да. Заботился, а вы от себя не заботитесь. То есть, понимаете, вот, вы ощущали такое впечатление, да, что пытаетесь доказать, вот пытаетесь, ни много, ни мало, доказать своему отцу, к примеру, пытаетесь доказать просто своему отцу, к примеру, что обо мне могут заботиться, что обо мне, например, должны заботиться. Возможно, так. Но почему вы считаете, что ваш отец, например, он должен был о вас забыть? Он, он не мог этого сделать. Ну, раз не добыть это, значит, не мог. А вы пытаетесь предоставить считать, что он должен это сделать. А может быть, если бы вы с ним как-то взаимодействовали, ну, скажем так, на более, на более таком либеральном уровне, может быть, у него была бы возможность, проявить к вам ту заботу, которую вы вынуждаетесь, но которую вы отталкиваете, потому что у вас есть свое представление о том, как отец, вероятно, должен заботиться. В том числе и... А вас. Но вопрос-то основной заключается в том, а откуда вы знаете, как должен заботиться, соответственно. то есть. То есть, знаете, какая штука? Вот вы сами себя загнали в угол в угол по поводу того, как все должно происходить. Вот. Вы сами себя загнали в угол по поводу того, как все должно происходить. Вот. И других моментов, других вариантов вы, видимо, не принимаете. Но ведь они есть, эти моменты. Они, эти моменты, и есть. Но пока вы отказываетесь что признать что ну к примеру, что что можно как-то по-другому что заботиться можно по-другому я боюсь, что то у ну действительно будут такие вот трудности, потому что вы всегда будете переживать по поводу того, что вам не заботиться так как нужно. Вот. То есть, здесь, как бы, палка о двух концах. Вам и о себе нужно позаботиться, то есть учиться, заботиться о себе, принимать себя, свои чувства выражать, желания выражать, относиться к себе, возможно, не так, ну, не так, как вы относитесь сейчас, не обесцениваясь себя, да, все-таки с большей любовью, к примеру, и с другой стороны, то, чего вы ждете от, например, от-за, то, чего вы ждете от, например, родительской фигуры тоже вносится в корректировании, конечно. Дальше, так, в детстве в семье дедушка умерли рано, отец был устранен, он умер как есть, но ему нет особо дела для того, что чувствует дочь. А вы заявляли ему об этом, о том, что вы чувствуете? А у него есть или были ресурсы для того, чтобы как-то вот, ну, спроникнуться над тем, что вы чувствуете. А почему вы считаете, что ему должно быть дело для того, что чувствует дочь, опять же? Да? То есть, вот видите, как вы, условно говоря, манипулируете вот тем, что вы чувствуете себя жертвой. Хорошего в этом, конечно, ничего нет и быть не может. Это, к сожалению, так. К сожалению, так. Дальше. Идём. Так. Звонит два раза в год и договаривает бежурным разом. А вы звонили сколько-нибудь ему ждать? Дочка взрослая, он им не нужен, доедать ничего не может. А это, опять же, как бы, запрячь его требует. Я прям кое-же физически чувствую желание спрятаться от чего, быть любимой, защищённой, потому что вы себя не любите защищать, потому что вам и хочется спрятаться. Вы видите угрозу. Ну, вот. Ну, вы видите угрозу во внешнем мире, скажем так. Само вам и хочется спрятаться. Хочется убежать. Ну, вероятно. Вероятно так. Я наверняка не буду сейчас это вот передать. Пока что. Вот. Но, на мой взгляд, ситуация именно такая. то есть вы сами чувствуете какой-то негатив. Вот. А. Извне. Вот. Вы чувствуете прямо, прямо, какой-то негатив. И вместо того, чтобы самостоятельно с этим негативом что-то делать, вы ждёте, что, ну, что мужчина, м-м-м-м, с талом что-то к ним сделает, с этим негативом. Вот. Знаете, какая штука? А нужно всего лишь определить и увидеть, что вызывает вас, желание спрятаться, от чего вы, там, условно говоря, спрячетесь. Вот. И так далее. Любимое, то, что вы себя не чувствуете, это связано с тем, что вы себя до конца не принимаете. Такое, какая вы есть. Вот. Вот. Любимое. А что касается защищения, то у вас нет личной границы. У вас нет личной границы. С этими двами и другими людьми нет личной границы. Поэтому вы не чувствуете себя защищённым. Не чувствуете, условно говоря, что, что, ну, что всё хорошо. Не чувствуете, что всё надежно и стабильно. И хотите, чтобы кто-то, кто-то другой, кто-то другой, вам и вам это дал. Опять же. Вот. Вот. Ну, как бы там ни было, ответственность за собственную безопасность, за собственную безопасность. Я признаю вас. Как и ответственность за то, чтобы себя любить. Потому что, если вы не будете любить себя, вас никто любить не будет. К сожалению. Ну. И... Вопросы нужно научиться. Научиться реализовывать свои попредственности. Вот. Адекватно. Чтобы они вам не вредили. Так, как это происходит, к примеру, сейчас. Дальше. Так. Ну, как только начинаю искать защиту у мужчины, перестаю быть ему сексуально интересным. Всё правильно. Вопрос. Как запомнить недостаток авторской любви, чтобы продолжать быть сексуальной для мужчины? Я думаю, что, эээээ, ну, тут начинается сложная часть где-то. Много очень зависит от того, насколько вы реально вообще готовы меняться, да? Насколько вы реально готовы работать над собой. Дело в том, что, для начала вам нужно вообще перестать быть стремится сексуально для мужчины. Потому что у меня есть то стойкое ощущение, что стремяясь быть сексуальным для мужчины, вы, в общем-то, ну, знаете, какую-то роль играете, какую-то роль отыгрываете. Вот, когда вы пытаетесь быть сексуальным для мужчины, это, вообще говоря, не вы, а кто-то вообще другой. То есть вы не настоящий в этот момент. Вот. Естественно, мне бы не хотелось, чтобы это было так. Естественно, мне бы не хотелось, чтобы вы, ну, чтобы вы чувствовали себя такой. Поэтому нужно, вот, в первую очередь, перестать вообще стремиться быть именно сексуальным для него. Сексуальность это не главное. Это, конечно, важно, но это не главное. Вот. Не менее важно, чтобы вы всё-таки видели в себе личность, в нём личность и не связывали всё с сексом. Хотя, может быть, в том числе, в том числе и через секс вы хотите получить для себя любовь, не знаю. Вот. А дополнять, то есть восполнять недостаток любви от сёской, можно совершенно разными способами. Когнитивными, психоаналитическими, эмоциональными, вот, бихевиоральными. То есть вот тут самые разные подходы, самые разные техники. Какая больше пройдёт вам, ааа, такой и нужно работать. Вот. Такой и можно будет работать, точнее, правильно так вот сказать. Вот. Но пока, пока, пока что, на мой взгляд, вам нужно, ну вот, всё-таки, всё-таки, вот, менять. Отношения именно к себе, всё-таки, а уже потом отношения ко всем остальным. Возможно, легче будет поменять отношения сперва к тому же папе для начала. Вот. Тест-сета, ааа, тоже может быть. Ааа, вот. Такая история тоже может быть. Ну и должно будет видно на индивидуальной консультации. Это уже будет лучше, ну, это уже будет понятно на индивидуальной работе с вами. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Служа птиц. Я думаю, вы достаточно давно находитесь на этом сайте с 13-го года, чтобы понимать, что вы не первый день и, скорее всего, не первый год находитесь в этом состоянии. И вряд ли за один раз, за один ответ можно будет решить все ваши проблемы. Вот. И на психотерапию, ну, не знаю, регулярная работа, индивидуальная, то она, может быть, не обязательно регулярная, да, но индивидуальная, вот, с кем-то одним психологом, вот, по данному направлению. Вот так. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Благословение. Этил negative! Благословение.